Привет, сейчас я буду делать пакеттрейсер 3.2.1.8. Скачиваю ПКА файл, захожу на ссылку инструкции, скачиваю инструкцию, открываю ее в доп. Acrobat Reader, там ее можно будет читать и вставлять ответы, если там есть, например, вопросы и поля для ответов, и отвечать на ответы. Вот я уже открыл пакеттрейсер, запустил, ввел имя, фамилию и так далее, всю информацию, давайте приступать к выполнению. В этом задании нам нужно будет настроить RIP второй версии на трех маршрутизаторах, здесь у нас есть подробная инструкция, ну точнее не инструкция, а объяснение, что нам нужно будет сделать, но команды не даются, команды вам нужно будет самим где-нибудь найти, ну или я вот сейчас их покажу. Заходим на первое устройство, так как его нужно настроить первым, оно у нас будет шлюзом по умолчанию. заходим в R1, enable, секунду, русский язык стоит, enable, configure terminal, дальше нам нужно сделать R1 роутером и маршрутизатором по умолчанию. Для этого пишем IP road и у нас пустые IP, то есть четыре нуля. И теперь мы ставим интерфейс по умолчанию, у нас это будет S001, вот нам сказан какой, вот S001. все, мы сделали R1 роутером по умолчанию, теперь нам нужно настраивать RIP на всех трех роутерах. Поставлю так, чтобы было удобнее. настроим на роутере R1. Для этого вводим router RIP, видите, у нас поменялось config router, здесь мы вводим, настраиваем версию RIP, пишем версия 2 и выключаем где-то объединение сетей, выключаем объединение сетей командой no autosummary. Далее нам нужно настроить сети, вот мы видим, что у нас к роутеру две сети, где подключено S1 и где подключено R2. Вот у нас здесь написаны IP-шники этих сетей, довольно удобно, можно сразу их записать. пишем network 192.168.1.0 вводим и то же самое, только у нас теперь не 1, а 2.0. Все, мы настроили две сети на роутере R1, теперь нам нужно сделать интерфейс, который идет к S1 пассивным, потому что он не будет отправлять запросы другим роутерам, потому что к нему не подключен никакой роутер. То есть у нас этот интерфейс не пассивный, а этот пассивный. Для этого нам нужно узнать, что это за интерфейс. Можно зайти в настройки, здесь поставить Always Show Port Label и мы видим, что у нас этот порт Gigabit Internet 0.0. Сразу же можно посмотреть другие порты, которые у нас должны быть пассивными. Например, в R2 это тоже Gigabit Internet 0.0.0. И в R3 тоже Gigabit Internet 0.0.0. Все, мы увидели, что у всех трех роутеров пассивный порт 1, нужно это запомнить и прописывать в каждом роутере. Выключаем галочку, чтобы она нам не мешала и делаем дальше. Настраиваем дальше R1. Пишем пассивный интерфейс Gigabit Internet 0.0.0. Теперь нам нужно сделать R1 маршрутизатором по умолчанию для других маршрутизаторов. Вот. Пункт E. Для этого прописываем Default Information Original. Так, секунду. Оригинейт. Ну и в самом конце нам нужно сохранить конфигурацию роутера R1. Пишем do copy run start. Старт. Подтверждаем. И у нас записалось Running Config Startup Config. Теперь роутер будет загружаться всегда с этой конфигурацией. R1 мы настроили. Вот и все. R1 мы настроили. Можно нажать Check Results и проверить, все ли правильно мы настроили в роутере R1. Как видим, все настроили правильно. Закрываем это и настраиваем следующий роутер. Например, R2. Конфигурация. Enable. Configure Terminal. Здесь уже не нужно ставить этот роутер шлюзом по умолчанию. Ну, не шлюзом, а путем по умолчанию. Поэтому сразу пишем роутер RIP. Тоже версия 2. Тоже no auto summary. И тоже настраиваем сети. Network 192, 168. Смотрим, какие сети подключены к этому роутеру. 2.0 и 4.0. И 3.0. Три сети. 2.0. 3.0. 3.0. И 4.0. Все. Настроили все три сети подключены к роутеру R2. Теперь мы тоже делаем один пассивный интерфейс, который не будет отправлять информацию другим роутерам. Пишем PassiveInterface G00. Как мы уже посмотрели, у всех трех роутеров пассивный интерфейс это G00. И тоже копируем конфигурацию. Do. Copy. Run. Start. Подтверждаем. И настраиваем третий роутер. Настраиваем точно так же, только другие сети. Enable. Configure Terminal. Роутер RIP. Версия 2.0. No Auto Summary. Network 192. 168. Здесь у нас 4.0. И 5.0. Вот мы можем посмотреть. 4.0. 5.0. Ну и сеть 5.0 у нас должен быть пассивный интерфейс. Как мы уже смотрели, это G00, поэтому passiveInterface G00. И тоже копируем конфигурацию. Do. Copy. Run. Start. Подтверждаем. И все. Как мы видим, у нас 100 баллов из 100. 2.0. Можем нажать check results. Посмотреть, что мы все выполнили правильно. На этом все. Пока.